В эфире Слуцк ТВ главный информационный проект «Время новостей» в студии Анастасия Жигальская. Здравствуйте! И в ближайшее время о самых главных событиях нашего региона. Слуцк – культурная столица года. Делегация Случина 9 декабря приняла эстафету республиканской акции на торжественной церемонии Ворше, которая была культурной столицей Беларуси в 2022 году. В 2023 культурная столица Беларуси – город Слуцк. И мы целый год будем культурной столицей. Для нас это почетно и ответственно. Но я думаю, мы справимся с этим. Я считаю, что наша Слуцкая гостеприимная земля, которая подарила бренд национальной республике Беларусь «Наш Слуцкий пояс», который воспитало большое количество ученых, писателей, художников и знаменитых людей, достойно проведет данное мероприятие. Мы как можно больше приложим усилий и делаем больше новых проектов, чтобы гости и жители города Слуцка окнулись в культурную атмосферу нашей жизни. Выява на каменях, отчутое праскосмос, графика, темпера и живопис. Усё гэта случы. Выставу творчасті семейной династии Кашкуревичаў открыли у Слуцкой галереи мастастфаў имя у Владимира Садзіна Восьмага Снежня. Знакаміты мастаки знайшлі своя карані на случыне. Кожныў бачыць ў гэтых карцінах сваё, зразумея, отчуяў, спрымя па-своўму, намалюя свае в образы. Таму і нема подписаў пад многім із картін новай экспазіціў у галереи мастастфаў имя у Владимира Сцапановича Садзіна. Восьмага Снежня тут адкрылі выставу «Слуцчы». У двюх залах галереи працтаўляны работы знакамітай сям'ї беларускіх мастаков Кашкуревичаў. Бацькі народнага мастака Беларусі Арлена Кашкуревича, яго сынов Ігара і Тодара і внучкі Агніў. Для нас зробіць выставу і вогулі наведаць Случчуну і Слуцк – це особливая прихода. Воспочалась она приблизно год тому, калі ў нас нарешті ввыспел план наведаць родзіму наших прудков Кашкуревича. Мы ўже давно видали, што ўвёсты шуляки, на моў ўкаван і прадед. Аттоль паходец дед Міхаеў Кашкуревич. Ну ўже Аглен Міхаеўович ён нарадзіўся в Минску, мы ў брата ў Минску нарадзілися. Але для нас з той інформація, каўа до нас доходзіла, глупо ўставнікі гэльмі інтряхуючым такі факт, што оказываецца, што мінавіто Случчаны не тільки наша семья Мастакоў, у поколениў. А лі були іще інші Мастакиў, я знаю, што в інтернете Случчаны походзі вот такі Мастак, Аристарх Кашкуревич. Ён паўт конец Другой светліўй вайны эмигровав от Сюль, трапе ў Бразилиў, да ўбраўс, да ўбраўс. И ён баў Мастакоў, ён расписал ў Бразилиў нешто, такавля, двухста костёлов. Ён там веўмі ведоў Мастакоў, які паходзіцца Случчанаў. Гени нас все ж таки сюди витягнули, ми не шкодуємо і сподіявся, що приїхать уже на теплый период і з метою такоў експозиційноў, проїхатися по церквах, може би знайсти някі сліди у той артілі Мастацькой майстарні Тика Шкуревичу, про которые там паў Чайковський розпалювала. Рады вас бачать, дорогі Случаняў, можна сказати, родичі, паходзі не по нашым, ну сподіявся, ў вам будете грава. Сям'я Кашкуревичаў рознабакова та ліновітае. Арленка Шкуревич ў свой час працаваў у жанры станковой графіки, ствараў илюстрацій для книг, лауреат шматлікіх прэмій за книжнае афармлэння. Ён граў на баяніе гітары, займаўся акробатыкай. Сваім сябрам робіў новогоднія паштолкі з латінскімі афарызмамі і абавязкова з выявай пьєро с сардэчкам. Падобныя вы пабачыцца на выставе. Жонка Арлена Кашкуревича цікавілася мастацтвам і таксама малявала, нікатурея ёе работы ёсць ў экспозицій. Ні меншта ліновітае і сыны Ігор і Тодар. Работы Тодараў техніцы темпера, размещаны ў першай зале. Ігор Кашкуревич прэвёз ў Слуцк і арт аб'єкты. Те камні, які выставлены, это не просто камні, это выявы, які я очу прас космас, прас ста годзі, тысяча годзі можа быць. Каліласка, поглядзіць, можа вы таксама знайдзіць і там, сябі. Незвичайная вистава, цікавые авторы, адмисловые работы. Приходьте у галерею, самі всё убачите. Інфекціонне віддіління Слуцк і центральній районній розобновило роботу після капітального ремонта. Об цьому Слуцкому краю сообщил заведуючий отделением Николай Луцевич. Ремонт произведён за счёт спонсорской помощи сельскохозяйственных предприятий Случины, ОАО «Слуцкий мясокомбинат», Куб «Слуцк Торг». В отделении выполнен капітальный ремонт. Заменили напольное покрытие, отремонтировали стены, абсолютно вся мебель новая. Палаточные боксы – это предбоксник, жилая санитарная комната. В палатах заменили кровати, пеленальные столы, тумбочки, полностью сантехническое оборудование. Основные работы в отделении завершены – идёт мелкий ремонт. Это не влияет на работу отделения, оно работает в штатном режиме. О новшествах и планах республиканского унитарного предприятия «Слуцкие пояса» наши корреспонденты недавно поговорили с новым директором. Полностью интервью смотрите в нашем эфире далее и на ютуб-канале «Слуцк ТВ». На территории Рачковического сельсовета прошла профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них. Спасатели совместно с членами смотровых комиссий посетили домовладение, напомнили о правилах пожарной безопасности, дали советы по приведению жилищ в пожаробезопасное состояние. Я напомню, что если мы в ходе проведения профилактической работы устанавливаем и являем нарушение требований права пожарной безопасности, мы рекомендуем в рекомендации под предоставляемость соответствующему домовладельцу, что необходимо сделать. 3 декабря работники Минского областного управления МЧС Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям и члены смотровой комиссии при Рачковическом сельсполкоме обследовали противопожарное состояние домовладений в Тонежицах, Чаплицах, Заможье. Посетили одиноких и одинокопроживающих, престарелых граждан, семьи, воспитывающих несовершеннолетних, лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками. В России Туременской области на системной основе организован комплекс профилактических предприятий. Спасатели выезжают в регионные области для проведения профилактической работы. Сегодня мы посетили Сулцкий район, Рачковский сельский совет и наш приезд, к сожалению, не случайен. В этом сельском совете недавно от пожара погибло двое людей. Мы работаем в тесной связке с органами власти, созданной при Селисполкоме смотровой комиссии, для того, чтобы комплексно оценить условия проживания граждан. В первую очередь мы отрабатываем домовладения отдельных категорий граждан, это одинокие, одинокопроживающие, пожилые граждане, инвалиды, для того, чтобы подсказать, что необходимо сделать для того, чтобы их условия были наиболее безопасными. Не обходим стороной, а также мы домовладения многодетных семей, семей, где воспитываются дети, а также особое внимание уделяем домовладениям там, где воспитываются дети, которые находятся в социально опасном положении. Значит, основная цель – это обучить население мировому жарной безопасности и подсказать, что необходимо сделать в трудную ситуацию. Для кого-то необходимо просто рассказать и проинструктировать человека, кому-то необходимо поставить срок для того, чтобы это нарушение, если оно имело место быть, устранить. Спасатели напоминали, что печь должна быть исправной, а дымоходы и трубы очищены от сажи, обвалившихся кирпичей и другого мусора. Если дымоход забит, то и тяги нет, и дрова в печи плохо разгораются и тухнут. Дымят – это может привести к отравлению или даже к гибели. Надо заделать. Это пожарный извещатель. У вас трещина? У вас трещина? Заделать обязательно. Заделать обязательно? Нет. Заделать обязательно? Да-да-да. Артегу заделать. Артегу заделать. Плохо заделываете, значит. Своего года. Заделать, замазать, за что готовить обязательно? Добрый день. Здравствуйте. А кто в доме проживает? Я здесь. В каких условиях дети? Ремонтировали, тонку мазали-мазали, и пользы никакой нет. Опять мы пошли эти вещи. Александр, вы понимаете, что дети могут отъять? Я прекрасно понимаю. Конхозный дом. Сплю воды из стенки, у меня сейчас пойдут боли, боли. Уже болит. Болит. Плечо, лопатка. Сейчас поясница наша не болеть. Пятки возьми. Девушка пятки. Пятки. В домах, где проживают одинокие пожилые люди, спасатели установили автономные пожарные извещатели. Они нередко спасают жизни. Со всеми побеседовали о правилах безопасности, вручили памятки, где в том числе указаны номера телефонов экстренных служб. Эта икона неопаримой купина сбережет вашу жизнь, имущество, здоровье от огня и других членных ситуаций. Ну и рекомендации от пожарных. Спасибо. Сегодня у нас здесь работали 35 человек, сотрудников РЧС и МЧС, и также 15 членов смотровой комиссии, которая функционирует при селе-сполкоме. Были обследованы населенные пункты, такие как Тонежицы, Чаплицы и Замошья. Обследован каждый дом, зашли в каждый дом, обследовали каждую печку, провели беседы и дали рекомендации. Ну, я думаю, что результат будет, потому что это действительно мероприятие очень важное и очень нужное. Думаю, что все будет хорошо. Профилактическая работа заинтересованных служб не прекращается, а ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Поэтому прислушивайтесь к рекомендациям специалистов и выполняйте их. И учитесь на ошибках других. 8 декабря с Лучаном, в большей части пожилым и престарелым, поступали звонки телефонных мошенников, которые под разными предлогами, чаще всего дочь или внук, попали в дорожно-транспортное происшествие. Просили передать курьеру значительные суммы денежных средств. В этот день в оперативно-дежурную часть РУВД в течение часа поступило более 20 сообщений о таких звонках. В большинстве своем СЛУЧАН не поддаются на уловки мошенников. Но все же в двух случаях доверчивость пожилых женщин обернулась потерей денег. Одна лишилась 7000 долларов и 1000 евро, вторая – 8000 рублей. А вот по поводу добросовестности работы частной ветклиники «Чемпион» у СЛУЧАН также появляются вопросы. Пенсионерка Алла Ивановна обратилась в редакцию СЛУЦКТВ со своим горем. Я решила обратиться на СЛУЦКТВ, чтобы рассказать жителям нашего города, какую помощь мне оказала наша Слуцкая частная клиника, которая находится на переулке Урицкого. Но помощи я не получила. Время было 16 часов 58 минут, когда обратилась в клинику. Кошка моя задыхалась. Она не могла дышать. Я думала, получу помощь. Помощи я никакой не получила. Значит, после отследования доктором кошки он предложил ее оставить до половины восьмого вечера. Я на это согласилась. Кошку оставила. Пришла домой. Поступил звонок с клиники от медсестры, которая попросила прийти забрать кошку, потому что она себя беспокойно ведет. Я пришла в клинику. Моя кошка сидела на полу. Хотя они пообещали посадить ее в клетку с пеленкой. Этого не было. Кошка сидела на полу. Я ее взяла на руки. Состояние ее было прежним. Доктора попросила, чтобы он мне объяснил, что делать дальше с кошкой. Доктор предложил мне операцию, на которую я не согласилась. Но он ведь ее наблюдал и знал, что у нее уже предсмертные судороги. Когда я ее принесла домой, она скончалась в страшных муках. Я после этого стала сразу звонить обратно в клинику, но на телефон никто не отвечал. Пошла в эту клинику и попросила дать мне разъяснительное, чтобы они мне разъяснили, почему так все случилось. Доктора на месте не было. Была медсестра. Я ей задала вопрос, почему вы не взяли трубку. Она сказала, что я была занята, у меня были клиенты. Хотя там никого не было. Я видела, что никого не было. Медсестра была испована. Я подождала доктора. Он пришел в клинику. Я ему задала вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы знали, что моя кошка умрет и вы ничего не сделали? Он развел руками и ушел к себе в кабинет, не извинившись даже. Не стал со мной разговаривать. Я хочу показать, что даже не указано ни фамилии, ни имени, ни отчества доктора. Мне на руки выдали документ, в котором указана кошка, указана моя фамилия, но не указано ни фамилии, ни имени, ни отчества доктора. Кто мне оказывал, получается, услуги? Умирающие кошки выписали консервы, за которые я заплатила деньги, таблетки. Спрашивается, почему доктор не предложил усыпить кошку? Ее нужно было усыпить чисто по-человечески, сделать такое предложение. Но, видно, у него была надежда, что я соглашусь на дорогостоящую операцию. Поэтому он не делал мне таких предложений. Сколько стоит операция? Операция стоит 800 рублей белорусских. Я на пенсии. Пенсия небольшая. Я поэтому отказалась. Предложил мне эту дорогостоящую операцию. Другого выхода как бы и не было. Он знал, что кошка уже умирает. Он видел, что она задыхается. Гарантий он никаких мне не давал. И сказал, что, мол, на следующий день меня здесь в клинике не будет. Я уезжаю на конференцию. То есть он, наверное, рассчитывал, что я все-таки соглашусь на его предложение. Но с его стороны, если бы он сам мне сделал такое предложение усыпить кошку, я бы на это согласилась. От него этого не поступило. Получается наплевательское отношение и к людям, и к животным. Прошу всех жителей нашего города, чтобы они, прежде чем обращаться в эту клинику, подумали, окажет ли этот доктор квалифицированную помощь. В Минской области госавтоинспекция с 9 по 11 декабря путем негласного и смешанного контроля отработает аварийно опасные участки дорог. Наряды дорожно-патрульной службы будут нести службу в места, где наиболее высок риск совершения ДТП. В том числе с участием несовершеннолетних, где высок риск наезд на пешеходов. Снегопад и гололедица создают предпосылки для совершения дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Организован круглосуточный мониторинг состояния улиц и дорог страны. Под контролем госавтоинспекции своевременное выполнение дорожными коммунальными службами, работ по уборке от снежных заносов и зимней скользкости. Впереди выходные дни и отправляясь в дорогу, особенно на дальние расстояния, тщательно проверяйте транспортное средство. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем. Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закреплениях дорог. Выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости. Держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Пристегнуться всем сидящим в автомобиле. Пешеходам важно быть осторожными на скользкой дороге, ожидать разрешающего сигнала светофора или общественного транспорта подальше от края проезжей части, чтобы не скользнуть под колеса. Даже на нерегулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся. Быть внимательными во дворах. В темное время суток обозначить себя свето-возвращающими элементами. Все наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. А сейчас перейдем к новостям спорта. Они не только лучше в спортивном ориентировании, но и в скалолазании в призерах. Команда Слудского района, учащаяся Центра туризма, привезла два кубка за третье место в областных соревнованиях по спортивному скалолазанию «Скорость-трудность», которые проходили с 5 по 7 декабря в Мариной горке. Алексей Даманский занял первое место и по «Скорости», и по «Трудности». У Владиславы Бельдюкевич две бронзы. Также третье место по «Трудности» заняли Ульяна Курпан и Иван Лобкович. В Слудске открылся каток. На стадионе городской любители покружиться на льду ждут в рабочие дни с 14.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 20.00. Приходите со своими коньками или берите их на прокат. Ну а актуальную информацию каждый день ищите в нашем инстаграме в сториз. Спортивный футбольный клуб «Слудск» сыграет с футбольным клубом «Славия Мозырь» в четвертьфинале «Бетерокубка Белоруссии» сезона 2022-2023. Таковы итоги жеребьевки. Матчи 1-4 дома и на выезде пройдут предварительно 4-5 и 11-12 марта 2023 года. Болельщики уже ждут начала футбольного сезона. А команда «Слудск ТВ» готовит большое интервью с главным тренером СФК «Слудск» Александром Гуриновичем. Не пропустите уже скоро на нашем канале. Снова смена лидера. 22 забитых мяча за три игры и 9-0. Итоги третьего тура открытого чемпионата «Слудска» по мини-футболу в нашем сюжете. Если вы еще не придумали, чем заниматься в выходные зимой, приходите в спортшколу на матчи чемпионата «Слудска» по мини-футболу. Здесь и эмоции, и азарт, и накал страстей. Все вам будет. 10 команд «Шести Слудска» по 2 из Любани и Солигорска сражаются за звание сильнейшей. Среди игроков можно увидеть футболистов команды «Спартак» – представителя «Слудского» второй лиги. Выступают и наши профессионалы, тренеры и игроки «Слудска». В общем, заглядывайте, здесь интересно. После трех туров снова сменился лидер. Теперь на первой строке команда из Солигорска «Славяне». Постоянный участник чемпионата. За три встречи с Олигорска заколотили 22 мяча – 6, 7 и 9, соответственно. Всего два пропустили. 19 голов у идущего на втором месте «Атлетика». Ребята тоже выигрывают крупно. Пропустили три мяча. «Слудск Сахар» снова в тройке лидеров – 13 забитых мячей. Эти три команды заработали по 9 очков. «Киф» и «Сыркомбинат», забившие 15 и 14 голов соответственно, идут на четвертой и пятой строчке таблицы. По две выигранные встречи. Совсем не везет Шанхаю и Телегам ни одного очка. По одному у любанских команд «Орион» и «Червоная змена». «Красная слобода» набрала три балла. В субботу Шанхаю казалось поначалу. Удача улыбнется, и он возьмет верх в игре с «Красной слободой», заработав первые очки. Но не получилось. Со счетом 6-4 проиграли случайно. «Атлетик» разделался с «Червоной изменой» 6-0. Страсти кипели в сыр на сахарной игре. Уступать не собирался никто. Но все же «Слуцк Сахар» был сильнее «Слуцкого сродельного комбината». 6-4. Воскресенье солигорский мини-футбольный клуб «Славяне» уничтожил «Любанский Орион». 9-0. Телеги забили три гола Кифу, это пока их рекорд, но пропустили шесть. Игры следующего тура – 10 и 12 декабря. С 12.00 в субботу и с 14.00 в воскресенье. Приходите, не пожалеете. А сейчас традиционная погода. 10 декабря будет пасмурно, мокрый снег, ветер северо-восточный, северный – 4,10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 0,1. На протяжении дня температура составит 0 градусов. 11 декабря тоже пасмурно и снежно. Ветер северо-восточный – 4,10 метров в секунду. К вечеру – усиление до 8,15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит – 1,2 градуса, днем – 0,2 градуса. 12 декабря в понедельник прогнозируют пасмурную погоду, мокрый снег. Ветер юго-западный – 3,7 метра в секунду. Температура воздуха ночи – 1,0, днем – 0,00. К вечеру понизится до – 4. На этом наш выпуск завершен. Напоминаем, будьте активными в наших социальных сетях – YouTube, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram и Telegram. И присылайте нам ваши важные и интересные новости. Давайте сделаем телевидение нашего города лучше вместе.